Заметки электрика Несколько слов о пострадавшем. Общий стаж работы в данной организации у него составляет аж 25 лет. Как видите опыт и стаж работника достаточно серьезный. На этом прошу акцентировать внимание. А теперь перейдем к подробностям происшествия. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования по заданию мастера приступил к отключению жил кабеля от контактора электродвигателя насоса с обратной стороны силового щита управления. Питание электродвигателя выполнено по стандартной схеме магнитного пускателя. То есть сначала питающий кабель 0,4 кВт приходит на вводной автоматический выключатель. С автоматического выключателя питание идет на силовые контакты контактора. По фотографии видно это у нас красные провода. А уже с контактора кабель идет непосредственно на обмотке электродвигателя. В фазе А и С установлены трансформаторы тока для подключения, например, щитовых амперметров, счетчика электрической энергии, для технического учета скорее всего и так далее. Жилы отходящего кабеля на электродвигатель подключены на фазе А и С к трансформаторам тока, а фаза Б непосредственно на выводы контактора. И вот сначала электромонтер отключил среднюю жилу кабеля, то есть фазу Б, а при попытке ослабить болтовое соединение правой жилы, это у нас фаза А, гаечным ключом он задел контактные присоединения, вот эти вот шпильки, вводного автоматического выключателя питания контактора нашего насоса, находившегося под напряжением 0,4 кВ, чем, соответственно, вызвал короткое замыкание со всеми вытекающими последствиями. Пострадавший самостоятельно выбежал из подстанции, сбросил горящую спецодежду прямо у входной двери и попросил вызвать скорую помощь у проходившего мимо работника. Спустя какое-то время он был доставлен, ну электромонтер был доставлен в медпункт, где ему была оказана первая медицинская помощь, и в дальнейшем он был перевезен в центральную городскую больницу. Вот, посмотрите, остатки сгоревшего костюма пострадавшего. Так, прошу заметить, что в момент нечастного случая на электромонтере был одет костюм из смешанных тканей от общих производственных загрязнений, кожаные термостойкие ботинки, перчатки и ХБ-футболка. И оцените, какой ущерб он получил. Также на полу прямо у щита остались лежать рожковый гаечный ключ 15 на 17, рожковый гаечный ключ 17 на 19, который находился у него в правой руке и которым он замкнул шпильки вводного автомата. Там же остался накидной гаечный ключ 17 на 19, который находился в левой руке пострадавшего. Шлицевая отвертка, как вы видите, ассатижи с диалектическими рукоятками и сотовый телефон в чехле. Напротив панели у стены остались лежать остатки сгоревших перчаток. Ну давайте теперь рассмотрим выявленные нарушения и причины несчастного случая. Сейчас я вдаваться в нарушения организационных и технических мероприятий при работах по наряду допуску, распоряжению в порядке текущей эксплуатации не буду. А они там были, поверьте. А скажу самое основное. Электромонтер не оградил расположенные вблизи рабочего места другие таковедущие части, находившиеся под напряжением, которым возможно случайное прикосновение. Вот самое основное нарушение. Это у нас правила охраны труда при эксплуатации электроустановок, пункт 17.1. То есть при подготовке рабочего места должны быть отключены таковедущие части, на которых будут производиться работы. Он это сделал. И второй у нас под пункт. Должны быть отключены неогражденные таковедущие части, которым возможно случайное приближение людей, механизмов и тому подобное. В нашем случае вот здесь и было допущено нарушение. Под напряжением остались у нас неогражденные таковедущие части в виде шпилек вводного автоматического выключателя нашего электродвигателя, которым он случайно и прикоснулся гаечным ключом при отключении ожил кабеля. А всего-то нужно было обесточить питающий кабель, который у нас приходит на вводной автоматический выключатель. Либо установить ограждение. В заключении скажу про корректирующие мероприятия по недопущению аналогичных случаев. Первое это провести внеочередную проверку знаний по электробезопасности. Второе. Обеспечить персонал для защиты от воздействия электрической дуги. Например, термостойкими костюмами Nomex. А также обеспечить персонал защитными лицевыми щитками. А второй пункт мероприятий я считаю очень даже необходимым. Давно уже пора применять термостойкие костюмы, термостойкие ботинки, термостойкие перчатки, подшлемники и защитные экраны на каску. Ну и далее там идет еще ряд перечней, ряд мероприятий, которые уже касаются именно организационных и технических мероприятий. Ну что, давайте подведем итоги. Основной причиной тяжелого, повторюсь, это тяжелый несчастный случай, с электромонтером стала неудовлетворительная организация работ в непосредственной близости с таковедущими частями оборудования. Будьте внимательны и соблюдайте правила по охране труда при работе в электроустановках. В общем, если у вас есть какие-то вопросы, вам нужны какие-то пояснения, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Я всем отвечу по мере возможности. Еще в заключении хотел бы вас спросить, интересны ли вам обзоры подобных случаев в электроустановках. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ну и всем спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч.